приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы у меня сегодня урожайный день я собираю урожай как раз розмарина лекарственного название альбифлорус что я делаю перед тем как укрыть я хочу показать вам в этом видео и подготовку к укрытию розмарина и естественно сами способы какие открытия что я делаю я вот эти веточки вот на этом уровне где-то получается 40 сантиметров вот это высота вот это срезаю все эти веточки они будут использованы по назначению но вот таким образом я сейчас все обрежу а затем покажу что у меня останется целое целое ведро получилось одного кустика вот пятый год ему этому розмарину что я буду делать дальше я отдельно видео покажу потому что это очень важная тема а сейчас нужно ответить на ваши вопросы как можно сохранить зимой у нас юг но в прошлом году короткий период было минус 11 даже чуть чуть больше сильный ветер и холодно но здесь у меня очень хорошо что это западная сторона и с севера тоже ветер не попадает но если с западной стороны то охлаждается быстро видите куст какой он у нас уже большой взрослый он перезимовал уже несколько зим и достаточно и холодных но я его укрывала я сейчас покажу какие возможные варианты для укрытия и так можно использовать подручные средства это по моему каждого сейчас у каждого есть или высокие но лучше высокие меня эти ящики нравится все-таки воздушная должна быть подушка воздушное пространство и что делаем у нас же они обрезаны очень легко вот нужно накрывать так вот смотрите вот чтобы здесь было видно накрываем так чтобы у нас оставалось вот здесь не прямо ведь вот так а оставляем вот это пространство которое тут зацепляют должно как можно больше пространства возле корня потому что если холодно если нам а нам действительно в январе уже и к нам придет мороз будет как раз и плутон и сатурн в козероге встретиться и там у нас как раз коридор затмений естественно как раз такие периоды получаются очень холодные периоды так что у нас даже может минус 20 быть один год было минус 25 это был 85 год по моему но было очень холодно так вот смотрите я делаю сейчас по кругу воздушную вот такую подушку для того чтобы они не запрели никакой пленки сейчас ничего не ставлю вот такие пластиковые ящички можно больше можно меньше все зависит если маленькое растение можно просто ящичек положить и смотрите мне очень нравится в укрытиях вот эти полые камыш лук это может быть камыш это может быть смотрите какая красота здесь сохраняется тепло и тоже как раз я его в землю буду вот эти кончики вот и тепло будет идти именно с земли и вот по краям я вот такие сейчас из это у нас бамбук вот он достаточно такой разный есть тут вот и строю такой домик своеобразный бамбук мне нужен для того чтобы собирать тепло и сохранять вот с разных сторон вот эти части когда эти ящики между ящиками я вот укладываю вот эти вот такие вот так эту работу нужно делать в сухой день солнечный день ни в коем случае не в дождь и еще нужно в дни когда стихия как раз воздуха огня или земли когда сухо если стихия влаги то есть это скорпион рыбы рак то в это время лучше не накрывать потому что загниет и так у нас сухо сегодня солнышко я продолжаю смотрите если я вот эти оставлю куски можно допустим какие-то сухие ветки сухое должно быть то если сюда агроволокно накрыть то будет зацепляться и агроволокно будет портиться поэтому я использую старый свой колод стараюсь накрыть больше именно с северной стороны вот желательно конечно по всему периметру вот я хочу показать принцип вот как это делается смотрите уже есть такой домик ну а теперь этот домик обязательно укрываю агроволокном вот оно у меня есть агроволокно чем толще должно быть толстое вот если тонкое то конечно много слоев надо и вот так по кругу хорошенько вот до земли полностью укрываем 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 вот после того как укрыли агроволокном получилось у меня где-то в четыре слоя я вот сверху накрываю тазик у меня такой старый есть он будет собирать если будет сильный дождь хотелось бы конечно если уже наступает допустим сильный мороз будем смотреть по прогнозам больше минус 10 тогда я просто сверху поднимаю миску укрываю пленкой и вот эти плитки которые у меня удерживают агроволокно поднимаю и под них пленочку они тоже кстати вот эти плитки сохраняют тепло под ними тоже тепло сохраняется поэтому вот эта вся часть у нас получается не промерзает а как раз и тепло снизу идет и очень хорошо себя чувствует вот и кот здесь тоже отдыхает иногда ему нравится вот это агроволокно так что я укрыла вокруг все растение и есть агроволокно и есть ткань и есть сверху таз который не будет позволять затекать воде внутрь вот такая вот у нас история с укрытием на юге а если будет сильно холодно тогда мы просто добавляем можем любое еще укрытие добавить можно еще какие-то ткани и сверху пленку для того чтобы пленка тоже удерживала вот это тепло ну что мы сегодня собрали великолепный урожай с одного куста пятилетний куст прекрасного розмарина теперь идем перерабатывать наше растение укрыто зима нам не страшно а мы прощаемся с вами раиса горяченко и александр волик подготовили для вас это видео ответив на вопрос как мы укрываем на зиму розмарин а вот так вот просто всего вам доброго до новых встреч в новых видео вот так вот